Это место будто создано для красивых кадров. Белое с дымкой цветочное полотно немного напоминает разлившиеся сливки. Но это не молочные, а горячишные реки. В предгорном округе они разлились на площади в тысячу гектаров. Вблизи картина не менее красива. Правда, можно рассмотреть и отдельные недостатки. Например, немного вялые листья. Вот сейчас пожухся листочки. Ну это не из-за того, что ей плохо. Ну в смысле плохо. Жара стоит. Чтобы не отдавать влагу, она тургор уменьшила и все, спокойно стоит. Даже утром я проезжаю, она утречком такая красивая стоит. Запах. А вот сейчас, вот смотрите, запаха нет. Она не привлекает к себе опыление. Она не хочет залаживать плоды. Но это явление временное. Все изменится, как только прольется дождь. А дожди в этих местах бывают часто. Грячиху называют культурой короткого дня. Это значит, что хоть растет она летом, но летняя погода ей совсем не по душе. Чем прохладнее для нее, тем лучше. А еще она любит влагу. Вот сейчас большинство растений примерно по колено взрослому человеку. Но стоит пройти дождю и кусты вытянуться станут уже по пояс. В этом плане предгорный округ – одна из немногих территорий Ставрополя, которая подходит для выращивания этой культуры. Здесь гречиху можно культивировать без потерь и с рентабельностью. Выполнить последний пункт ставропольским аграриям помогают меры господдержки. Государственная поддержка производителям гречихи оказывается в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. В текущем году были выплачены субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ. Средняя ставка на гектар составила 138 рублей. Гречиха – хороший медонос. Ее любят и пчелы, и пасечники, и ценители ароматного гречишного меда. А еще она нужна для продовольственной безопасности. Обширные гречишные поля – это гарантия, что край в любом случае сможет обеспечить жителей нужным объемом крупы. В этом хозяйстве уже привыкли сдавать на переработку гречку и взамен получать монеточку. У нас долгосрочные обязательства, с ними работаем, с удовольствием забирают и дальше реализовывают уже продукцию в виде крупы. Себе оставляем на семена. Мы каждый год делаем запасы, это страховой запас называется. Если вдруг какая-то беда весной, или град, или плохие сходы с осени, мы потом пересеваем вот этой культурой. А еще гречиха – хороший предшественник для пшеницы и других зерновых культур. После нее всходы получаются особенно крепкими и здоровыми. В общем, культура эта питательна и полезна не только для людей. Леонид Нечапуренко, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok